Здравствуйте! Вопрос. Какое Ваше отношение к участию иеромонаха Фотия в телепередаче «Голос»? Вопрос, надо сказать, на засыпку. Так, сейчас я Вам буду, знаете, как отвечать нестандартным способом. Я сперва выступлю в качестве обвинителя, то есть прокурора, и обвиню отца Фотия во всех тяжких. А потом выступлю в качестве адвоката, защитника и, в общем, от всего его оправдаю. А потом резюмирую это все как-то. Итак, господа присяжные заседатели! Всех нас глубоко всколыхнуло вот это событие, которое произошло в телепередаче «Голос». Когда неожиданно, никто не ожидал, на сцену вышел иеромонах и спел партию Ленского. Как же нам отнестись вот к этой вот всей проблеме? Какое мы рассуждение будем иметь об этом всем, и какое наше отношение ко всему мы выработаем? Лично я считаю, что отец Фотий поступил, конечно, в высшей степени неправильно, в высшей степени просто безобразие. Для того, чтобы нам правильно понять масштабы этого ужаса, давайте разберем с вами, а что такое иеромонах? Иеромонах – это монах, который принял священный сан, то есть он священник еще плюс ко всему. Но главное – это монах. Он монах. А что такое монах, господа присяжные заседатели? Это человек, который умер для мира в тот самый момент, когда он подавал эти ножницы во время своего монашеского пострига. Он умер для мира и родился для неземной жизни. А здесь что мы видим? Воскрес наш отец Фотий, явился вновь на шоу и спел Ленского. Это никуда не годится. Что такое монах, друзья мои? Монах – это молитвенник. Монахи – это земные ангелы, они принимают на себя ангельский образ. Ангельский образ – это земные ангелы. Что такое ангелы? Ну, все мы знаем. Это существа, которые высшие такие существа, духовные существа. Все их делание состоит только в словословии Бога. Они Бога молят и все. Славят, хвалят, благодарят и все. Вот это ангельское делание. И земные ангелы – монахи. Их дело – Бога молить. Бога молить с утра до ночи за нас, грешников. А он пришел и спел Ленского. Ну, как-то это все совсем плохо. Ладно бы, если бы он к нам пришел и спел бы нам, скажем, воскресный тропарь на восьмой глаз. А он ведь не тропарь спел. Вот он говорит, что якобы это какое-то миссионерское такое делание у него было. Ну, что это за миссионерство, когда ты Ленского поешь? Ты уж, если хочешь миссионерствовать, то выйди и спой нам, допустим, херувимскую песню. Или, скажем, достойно есть. Или какой-нибудь антифон литургийный. Или Псалом распойном – придите, чадо, послушайте меня, страху Господню научу вас. А он что спел? Ленского? Ну, как это? Какое это миссионерство? О чем вообще речь? В общем, это совершенно форменное безобразие. Попы эти уже везде пролезли. Засилие попов в интернете сплошь. Вот плюнуть некуда. Уже нашел голос, и то прорвались. Ну, ребята, какие-то рамки должны быть. Но все-таки, если ты монах, будь в монастыре. Молись за нас, грешников. А уж шоу оставь для нас, для мирских. Одним словом, считаю, что Отец Фотий явно согрешил. И, в общем-то, казнить нельзя помиловать. Однозначно. Даже разговаривать не о чем. В общем, минус. Адвокат. Господа присяжные заседатели. Мы сейчас слышали с вами пламенную речь. Гневную речь прокурора. Который так и не выдержал. А высказал свое негативное отношение к церкви. Что, мол, засилие попов кругом. Везде они лезут во все щели. И в интернете, и уже на шоу появляется. И вообще безобразие. Но это его личная позиция. Я, например, считаю, что почему бы и нет. Священники несут хорошее учение. Они учат людей нравственности. Они же не учат убивать, грабить или еще что-то делать. Они за традиционные наши семейные ценности. Они призывают к добру. Но почему бы и не послушать умного батюшку. Очень даже хорошо. Так что это мнение, что попы, мол, везде, везде, везде. И уже достали, и на голос уже проникли. И все это кошмар. Это пусть он при себе прокурор держит. Теперь по сути он тоже неправ. Потому что я считаю, что ход миссионерский просто блестящий. Просто блестящий. Вот посмотрите, что такое миссионерство вообще. И что такое мы с вами по отношению к вере, к Богу. Ведь мы же пребываем все с вами. Ну чего греха таить? Мы же пребываем в неком сонном, спящем состоянии. Мы латентно верующие, где-то там в своем потенциале. Но на самом деле не горим, мягко говоря. И вспоминаем про Бога только когда гром гремит. Поэтому миссионерство, прежде всего, чтобы говорить человеку о Боге, нужно и вывести его из состояния равнодушия. Вывести его из состояния спящего равнодушия. Чтобы он определился. Ты как? Сюда или сюда? С Богом ты или против? Как ты к церкви? Как ты к вере относишься? Вот тоже он определится. А как? Вот это блестящий ход. Замечательно. Вышел иеромонах и спел Ленского. Представляете? И страна в шоке. Просто в шоке. Половина в шоке от того, что вышел иеромонах и говорит, что он делает. Как он мог? Ты же монах. Он должен в монастыре сидеть. Ну, то же самое, что нам только что говорил господин прокурор. Да. Они в шоке. А им против. Они кажутся, что это все кошмар. Другая половина тоже в шоке, но в положительном смысле. Они говорят, что это же здорово, да круто. Мы думали, что монахи сидят только в своих монастырях за толстыми-толстыми стенами, в своих темных-темных храмах. И они что-то там над своими темными-толстыми книжками пыхтят, в которых ничего не понимаешь. А тут вышел, видишь, и лицо-то у него какое светлое, и глаза-то у него какие-то прям бойцовские какие-то. И спел-то он себе не какой-нибудь там тропарь на восьмых глаз, а спел он Артюленского. То есть он показал, что ничто человеческое им не чуждо. Так что это все, наоборот, очень замечательно, круто. И вот эти две половинки начинают между собой спорить. И, в общем-то, миссионерский эффект налицо. Так что очень даже положительный миссионерский труд сделал наш отец Фотий. И уж его не только казнить нельзя, а нужно помиловать. Ну, может быть, даже и подумать, а не наградить ли отца Фотия за миссионерский труд. Прокурор. Господа присяжные заседатели, я не спорю, мнения разделились. Если бы мнения не разделились, мы бы с вами здесь не собирались, не сидели и все бы это не разбирали. Понятно, что всех нас это все встревожило и сколыхнуло. Да, и в этом отношении какой-то миссионерский эффект, наверное, достигнут. Мы не будем говорить сейчас о его результатах. То есть, все-таки, в большей степени, в какую сторону, в плюс или в минус этот эффект. Может быть, наоборот, выход отца Фотия на сцену, наоборот, больше людей отвернет от Бога. Мы же пока не знаем результата. Но, даже если положительный будет эффект, к чему мы тогда придем? Ведь цель не должна оправдывать средства. Ведь никто же не станет с этим спорить. Какая бы ни была благородная цель, но нужно быть разборчивым в выборе средств. Поэтому отнюдь-отнюдь не только никакой награды не должно быть, но, в общем-то, нужно и... А вот если бы, скажем, вышел бы, например, не иеромонах на сцену, а, скажем, какой-нибудь просто священник белый, не монах, ну, тут еще можно было бы с господином адвокатом как-то там согласиться. Потому что он все-таки мирской человек, он женат, у него дети. Петь партию Ленского женатому священнику почему бы и нет? Если он красиво поет, может быть, мы его и послушаем. Да. Но все-таки монах – это все-таки монах. Так что, нет, однозначно, нет. Мое мнение осталось прежним. Требую казнить, нельзя помиловать. Последнее слово за адвокатом. Вот, господа присяжные заседатели, наш прокурор только что вам тут рассказывал, что монахи – это молитвенники, что их дело молиться. Но ведь мы знаем и другую сторону монашеской жизни. Для монахов главное что? Послушание. Послушание, высшие поста и молитвы, так говорили святые отцы. Для монаха послушание – это превыше всего. Он выполнял послушание, у него же было благословение. Благословил его священноначалия, архимандрит и митрополит. В общем-то, а что ему оставалось делать? Он сам был, может, и не против, конечно же, но выполнял послушание. Поэтому к самому отцу Фотию претензий-то быть не должно. Давайте уж господину прокурора попросим тогда все претензии предъявлять к митрополиту. А отец Фотий совершенно ни при чем. Так что требую, казнить нельзя, помиловать. Наше судебное заседание подошло к концу. Господа присяжные заседатели удаляются на совещание, в совещательную комнату, и там будут выносить свой приговор. Но о том, что они вынесут, я Вам не скажу, потому что присяжный заседатель – это все Вы. И Вам, в общем-то, и определятся, в какую сторону Вы примете доводы прокурора, доводы адвоката Вам покажутся правильными, справедливыми. Решайте. Что касается меня, то при всем, при всем, при всем, при всем, я все-таки думаю, что цель не должна оправдывать средства. И правильно спросили отца Фотия вот эти наставники? Ну, допустим, Вы выиграли шоу, и что? Дальше-то что? В общем, мое личное мнение – вот такое. Спасибо за вопрос. Помогай Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok